С 1 ноября этого года автодорога Р-99, проходящая через Слоним, это объездная часть дороги вокруг города, станет платной. Кстати, других дорог до 2020 года платных вблизи Слонима не планируется. В связи с введением платной дороги райисполком инициировал встречу субъектов хозяйствования Слонимщины с представителями компании оператора Белтол, которые имеют непосредственное отношение к организации платного проезда по дороге. Гости рассказали о системе действия платных дорог, перспективах, ответили на многочисленные вопросы. Сама система платных дорог уже внедрена несколько лет назад в наши республики, и ее сеть расширяется. На территории Слонимского района, напротив Тушевича и Тальковщины, установлены две рамки-фиксаторы. Они установлены так, что теперь выезд с города грузового транспорта неизменно приведет на платную дорогу. За транспорт свыше 3,5 тонн надо будет оплачивать проезд. Даже доставить покойника на новое городское кладбище грузовым транспортом станет платным за проезд по дороге. Поскольку проблема коснется многих перевозчиков, что выльется в немалые затраты, председатель райисполкома Олег Таргонский пообещал, что на следующей неделе проведет совещание с заинтересованными сторонами по возможности открытия движения грузового транспорта по некоторым улицам города. Мы попросили менеджера по связям с общественностью компании оператора Белто Сергея Бурова ответить на наиболее важные вопросы, касающиеся введения платной дороги. Дорога Р-99, начиная от М1Е30, от магистрали, заканчивая границей с республикой, больше становится платной с 1 ноября 2015 года. Соответственно, часть этой дороги пройдет по Слоневскому району. Кто сможет ездить, как и прежде, бесплатно, а кто должен будет платить? Платить должны будут все транспортные средства с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также транспортные средства, техническая масса, которых не превышает 3,5 тонны, но зарегистрированы в странах таможенного союза. Это Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан. То есть владеетелем легковых автомобилей беспокоится нечем? Конечно. Если человек нарушил, так сказать, правила проезда, что ему грозит? В случае, если транспортное средство нарушило правила проезда по платной дороге, возникает обязательство по оплате в увеличенном размере. То есть это повышенный, очень сильно повышенный тариф. Для транспорта, который есть технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, это 260 евро в случае отсутствия какой бы то ни было оплаты и 130 евро в эквиваленте за неполную оплату. Для автомобилей с технически допустимой общей массой, не превышающей 3,5 тонны, это, соответственно, 150 евро, соответственно. Где у нас находится ближайший пункт, где можно оформить необходимые документы и технические средства для того, чтобы двигаться по платной дороге? Ну, на Р-99 непосредственно пункт находится в Волковыске, пункт находится на границе с Республикой Польши, поэтому ни для иностранных гостей, ни для белорусских водителей это сложности какой-то не представляет. А для сломячан? АЗС на новые стражи.